У каждого бывают неудачные дни. В такие дни чувствуешь себя несчастным. Раздражённым. Одиноким. Усталым и совершенно измотанным. В такие дни чувствуешь себя маленьким и ничтожным. А любой пустяк кажется недостижимой целью. Ты в плохой форме и не соответствуешь предъявляемым к тебе требованиям. Нередко даже не хочется вставать с постели. В такие дни кажется, что все к тебе лезут. Иногда это не так уж и плохо. Ты расстроен и чувствуешь беспокойство. И отчаянно грызёшь ногти. А это мгновенно может перерасти в нервное поедание пирожных. И в конце концов закончиться обжорством. В унылые дни ты словно дрейфуешь в океане грусти. В любой момент можешь расплакаться без всякой причины. И вот тебе уже кажется, что ты бесцельно блуждаешь по жизни. Ты не знаешь, сколько ещё сможешь продержаться. И тебе хочется закричать, эй, кто-нибудь, пожалуйста, пристрелите меня. Настроение может испортить любой пустяк. Проснувшись, ты просто мог неважно себя чувствовать или плохо выглядеть. Заметить несколько новых морщин. Немного прибавить веси. Или обнаружить огромный прыщ у себя на носу. Ты мог забыть, кому назначил сегодня свидание. Или увидеть в газете свою самую неудачную фотографию. Может быть тебя бросили, ты развёлся с женой или тебя уволили. Ты попал в глупое положение у всех на виду. Тебя огорчает обидное прозвище. Или ты никак не можешь уложить волосы. Может быть работа стала для тебя шилом задницы. Ты чувствуешь себя не в своих ботинках. До тебя снова докапывается начальник. И все на работе сводят тебя с ума. А может быть у тебя ужасно болит голова. Или ноет поясница. Замучила одышка. Или зубная боль. Началась изжога. Пересохли губы. Раздражает вросший ноготь на ноге. В общем, что бы ни было причиной, ты уверен, что кто-то там, наверху, тебя явно недолюбливает. Что же делать? Ну что же делать? Если ты такой же, как все, ты наверняка спрячешься за хрупкую веру в то, что все уладится и пройдет само собой. Всю оставшуюся жизнь ты будешь оглядываться назад, ожидая, что однажды все опять пойдет наперекосяк. Постепенно станешь грубым и циничным. Или жалким хныкающим страдальцем. Пока однажды не ослабеешь настолько, что ляжешь на землю и будешь умолять ее поглотить тебя. Или еще хуже, пристрастишься к песням Билли Джоэла. Это глупо, ведь у тебя только одна жизнь. И дважды не состаришься. Кто знает, какие удивительные события ждут тебя за углом. В конце концов, мир полон интересных открытий и явлений, о существовании которых ты даже не подозревал. Вокруг столько приятных запахов и вкусностей, которыми можно поделиться с другом. А может быть однажды ты станешь сказочно богатым. Или даже суперзвездой. Звучит заманчиво, правда? Но постой! В мире есть еще много-много интересного. Можно ходить на руках, играть в футбол, заниматься йогой, петь с друзьями под караоке, и плясать дикие безумные цыганские танцы. Но лучшее из всего, что может быть, это любовь. А это значит долго и нежно смотреть друг другу в глаза, ласково шептать ему на ушко что-то приятное. Ласки и объятия. Поцелуи. Еще поцелуи. И снова поцелуи. Пара игривых укусов. А потом, ну в общем, все остальное. Так как же вновь и вновь пережить это блаженное чувство, похожее на удовольствие от теплой пенистой ванны? Все просто. Для начала перестань избегать преследующих тебя проблем. Пришло время повернуться к ним лицом. Теперь просто расслабься, сделай несколько глубоких вдохов, вдыхай через нос и выдыхай через рот. Попробуй помедитировать, если умеешь. Или выйди погулять, чтобы немного проветриться. Смирись с тем, что тебе придется избавиться от неприятных воспоминаний и отрицательных эмоций, которые ты тащишь с собой из далекого прошлого. Попробуй взглянуть на вещи с другой точки зрения. Может быть, ты и вправду виноват и совершил ошибку. Если все дело в этом, набери смелости и попроси прощения. Сделать это никогда не поздно. Если не прав кто-нибудь другой, встань во весь рост и скажи. Это неправильно и я не буду больше это терпеть. Иногда можно позволить себе быть импульсивным. Главное пореже задирай нос. Гордись собой. Но не теряй способности над собой же и посмеяться. Это намного легче, когда общаешься с хорошими людьми. Живи так, будто каждый день последний день твоей жизни. Не бойся откусить больше, чем сможешь проживать. Иди на риск. Не робей и не отступай от своего. Просто возьми и сделай. В конце концов, разве не ради этого мы и живем? И я. И я тоже так думаю. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова